Друзья, сегодня мы будем готовить кролика. Это уже порезанный, домашний, красивый, жирный кролик. Как вы знаете, многие знают хозяйки или кто готовил кролика, то есть у него такое свойство, что после готовки он такой жестковатый немного. И вот хочу с вами поделиться рецептом, как сделать кролика, приготовить, чтобы мясо было у него нежное, не такое жесткое, не сухое, а нежненькое, вкусное и с прикольной такой вот вкусной заправочкой. Тут мы уже кролика почикали на кусочки мелкие. Теперь я приготовлю для него маринад. В чем он будет мариноваться у меня где-то полчаса, и после мы отправим его в мультиварку тушиться. Да, мы будем готовить кролика в мультиварке. Я кролика пересыпала в такую посудину, мысочку, чтобы удобнее было смешивать и мариновать его там. Нам понадобится соль, мед и лимон. По такому рецепту я уже готовила кролика в мультиварке и хочу сказать, что получилось просто изумительно. Кролик получился мягкий, нежный, вкусный и, что самое главное, не сухой. А с этой приправкой, с этим маринадом, мед с лимоном, просто обалденное сочетание. Мед придает мясу сладковатый привкус, лимон кисловатый и это сладко-кислый привкус с кроликом. Ну, просто обалденное. Ребята, очень советую, прям очень советую попробовать приготовить так кролика. И еще, если у вас вдруг нет мультиварки, можно по этому рецепту приготовить кроликов в утятнице. Если нет вдруг утятницы, берете тогда глубокий какой-то противень либо посуду, в которой вы могли бы запекать, поставить ее в духовку. И сверху накрываете тогда фольгой, чтобы кролик готовился под фольгой. Итак, сейчас я приступаю к самому маринаду. Я подсаливаю мясо. Сейчас сверху вот так вот закидаю. Солькой, солькой. Так, щедро соли насыпаю, потому что у нас кролика тут очень много. И еще один совет. Если вы готовите кролика, не оставляйте его надолго. Я имею в виду на несколько дней. Кролика нужно прямо съедать буквально сегодня-завтра. Потому что уже на третий день мясо кролика становится невкусным. Сейчас я это перемешаю. Итак, мясо я перемешала. Отставляю его. И мы будем готовить маринад. Маринад. Так, смотрите. Наливаем в глубокую мысочку примерно полстакана такой теплой водички. Вот так вот. Можно чуть больше. Вот закипел у вас чайник. Постоял немного. Главное, чтобы это был не крутой кипяток. И, как у вас обойти, пару ложек, таких хороших ложек меда. Потому что у нас очень много кролика. Ну, целый кролик на все семейство. Таких две хороших. А можно даже и три. Чем больше меда, тем вкуснее. Все, отлично. И теперь такой делаем сиропчик. Вода с медом. Перемешиваем. Ждем, пока весь мед растает. Смотрите, мед уже растаял. И у нас получился такой вот классный сироп из меда. Мед этого года очень вкусный. И теперь нам нужно сюда добавить пол лимона. На такую порцию, да. Пол лимона. Смотрите, друзья. В этот рецепт идет сюда пол лимона. Но у меня лимона сейчас нет. Я его куплю и буду на готовый, скажем так, кролик взбрызгивать лимон. Но у меня есть напиток витаминная бомба. Там облепиха, малина и мята. Он сейчас свеженький, готовый, кисленький. И то, что надо будет. Вот сегодня я добавлю вот эту витаминную бомбу. А на готовое блюдо, либо во время тушки, я уже добавлю сам лимон. Вот, пока отправляется у нас такая история. Да, вот такой вот неожиданный поворот. Сама сказала добавить пол лимона. А сама добавила какую-то витаминную бомбу. Кстати, кто не видел еще рецепт витаминная бомба от простуды, посмотрите. Так как идет зима, и такой напиток витаминная бомба будет, кстати, от простуды и для профилактики. Ну что, никто нам не запрещает экспериментировать. И будет вместо лимона эта витаминная бомба. Раз 10, наверное, я уже повторила. Все, что не поместилось, что с освещением, все, что не поместилось сейчас, мы это все отправим в мультиварку. Вот эту водицу. А так, пока она там, пусть мочится в этой жиже. Так, сейчас я красиво перемешаю и на полчасика отставляю. Можно добавлять разные специи, травы по желанию. Я хочу все-таки чисто так, без трав, без приправ, сделать соль. И это заправка. Так, и оставлю на полчасика, чтобы оно немного так впитало себя. В общем, друзья, смотрите, у меня уже постояла полчаса вот эта вся смесь. И я отправила все уже в мультиварку. И вот так вот оно все смотрится. Видите, водички много, жидкости там много. При тушении она испарится. И кролик должен приобрести красивый цвет, благодаря меду. Травы по желанию вы добавляйте, какие хотите. Еще один совет. Можно сюда, конечно же, добавить овощи. Например, лук, да, репчатый, морковку. Так, или же вы можете добавить фрукты, цитрусовые. Сделать с ананасом, либо с апельсином, либо с вишнями. Ну, тогда уже в этом случае лук, морковку и помидоры, особенно помидоры, не стоит добавлять. Ну, чтобы совсем винегрет не получился, а был выраженный кисло-сладкий вкус. Понимаете, да? Конечно, моя вот витаминная кислая бомба, это хорошо, но лимончик все-таки нужно. Поэтому я включаю на тушение, иду в магазин за лимоном и добавлю еще пол лимона. Так, мультиварочка самая обыкновенная, уже старенькая, 2000-х каких-то там годов, по-моему, 2005-го, но не суть. Работает, и слава Богу. Выбираем программу на тушение. Вот, 40 минут. Старт. Все, и оно себе там квасится. Будем на него поглядывать, еще добавим пол лимона. 40 минут у нас прошло, и давайте заглянем, что у нас там происходит. Вот, что у нас происходит. Это все дело надо перемешать каким-то образом. Господи, специально лопатка все это мешается. Много жидкости у нас. И добавлю пол лимона, ставлю еще на тушение на 40 минут. Сейчас это все дело перемешаю и ставлю обратно. Так, опять выбор программы на тушение. И включаю. Все. Друзья, вот в итоге у нас такой кролик получился. Он приобрел такой красивый цвет. Изумительно прекрасный, кисло-сладкий вкус. Мясо очень мягкое, нежное и, главное, не сухое. Так что берите этот рецепт себе в пользование. Приятного вам аппетита. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал. И смотрите также другие видео. А мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok